Первая полноценная контрольная игра позади у Факела в этой короткой межсезонье. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями об этой идее. Очень хороший спарринг. Команда Красноярск строится. Новая команда, новый главный тренер. Чувствуется, что ребята так квалифицированы достаточно в составе. Возвратили они своих воспитанников красноярцев. Ребята, которые играли в премьер-лиге, это Семакин, Харитонов. Добротная команда. Я очень доволен качеством игры. Если брать по первому тайму, то в организации игры у нас были проблемы. То, что касаемо второго тайма. Игра прошла в хорошей борьбе, с хорошим контролем мяча. Мы имели больше подходов, больше возможностей. И то, что сыграли на данный момент и на данный уровень готовности, я полностью удовлетворен результатами контрольной игры. Не показалось вам, что соперник жестковато действовал в сегодняшнем матче? Понятно, что многие ребята у них находятся на просмотре. Каждый хочет себя проявить. Но, наверное, здесь еще я не думаю, что это умышленно какая-то грубость была. Хотя два человека у нас рассечение, кровь. Помощь оказывали Мустафаеву. Связка. Ну, там в борьбе было все. В какой-то степени еще и сказалось то, что в перерыве полили поле. И перед игрой оно было скользковато. А в перерыве еще полили. И здесь я не думаю, что это грубость. Просто борьба такая. Бывают такие моменты. Рабочие моменты. Павел Павел Павлович, в игре у нас приняли участие четверо тех, кто уже на контрактах в клубе. И еще группа новичков, которые потенциальные новички. Вот, в первую очередь, ваше мнение об игре этих футболистов каково? Ну, те ребята, которые уже подписали контракт, это и Нагибин, Иванов, Саталкин и Болов, вполне удовлетворяют на сегодняшний день наши требования. Те ребята, которые еще не оформили отношения. Я думаю, что то впечатление, которое они произвели по сегодняшней игре, в ближайшее время будем с руководством клуба, с президентом клуба решать этот вопрос. И в ближайшее время, я думаю, что мы окончательно определимся с тем составом, который будет стартовать. Но, ребята, по этой игре и по той работе, которая была проделана на протяжении 12 дней в Воронеже, на нашей учебно-тренировочной базе, они вполне нас удовлетворяют. Я думаю, что мы оформим с ними отношения. Игрой с Енисеем, факел завершил очередной микроцикл подготовки к сезону. Давайте напомним болельщикам, что ждет команда впереди в плане подготовительного процесса. Ну, завтра нас с утра ждет восстановительная тренировка, восстановительное мероприятие. Затем 28 числа команда получит единственный за это время, за двухнедельный цикл выходной. И дальнейшая подготовка у нас будет строиться, опять же, у нас на учебно-тренировочной базе нашей, в тенистом. В двухразовом режиме мы работаем 30-го числа. 30-го числа. 2-го числа мы играем очередную контрольную игру с командой Тамбова у себя на базе. Продолжаем готовиться. 6-го числа уже с Курском на базе. 6-го числа окончательно будем подводить команду к старту чемпионата. Практически 6-го числа будет играть практически тот состав, который будет стартовать. Субтитры создавал DimaTorzok